здорово twitch здорово youtube сегодня как и в любой другой день когда мы заходим в этот сумасшедший помет из разных видов млекопитающих у нас получается сделать это weekend когда до конца его осталось 23 с половиной часа чтобы продолжить его завтра но сегодня мы будем на этом прекрасном воине которого называется 62 процента покорять ауре голд показывает насколько мы сильны и погибать от лютых низоходов трех ходов и прочих прикольных приколюх который нам стоит увидеть в ближайшем времени оповещение в телеге дискорде не будет так как это продолжение первого стрима в котором уже было оповещение засирать не особо засранные каналы которые никто не смотрит я не особо хочу но те кто смотрит и вы красавчики уважаю вас за это сильнее кого-либо поэтому не забываем подписываться на youtube на twitch ставить лайки и писать комментарии если есть какие-то вопросы либо пожелания и все остальное я думаю паков тут открывать нету нечего и можно начинать продолжать так у там этом сала фритопа фритоплей лиги легенд так что знаешь ли ты что в лиге легенд открыты только определенные герои а все герои тебе нужно покупать либо также тратя время на внутри игровую валюту чтобы купить героев либо задонатить вот тебе и фритоплей то же самое как годсах никаком фритоплей речи не идет фритоплей это просто возможность играть все есть игры платные который ты покупаешь как раньше ты приходил магазин покупал диск с игрой все когда ты покупаешь диск с игрой это уже игра не фритоплей а когда ты можешь играть не покупая игру это фритоплей вот и все ты но тандер коле руки все-таки я не понимаю как и на этом войне делают 62 процента побед если часто не особо образ в голове выстраивается кстати я думаю все в курсе что файлики куда-то роуминг youtube и лаунчер конфиг теперь всех ваших мультяков которые заходили с компа в клиенте игры но пусть чем проблема что этот файл надо удалять даже файл на твоем компьютере это хоть сказать разработчики могут посмотреть файлы на твоем компьютере если ты их не отправляешь никуда сложно будет победить а нуба я бы сказал невозможно несмотря ни на что ту 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 блин его можно курсой съесть поэтому я не хочу его бафать разрабы все логирует этот список аков скорее всего логирует у себя прикрепляя уид оборудованию возможно вторая блин бомба он викинг он не викинг курса ту 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 только реймова можно съесть победа неожиданно не понимаю как у твой варши до процента вера минус лицо 5 мания вот так и 62 процента надеюсь больше вопросов нету сказал что не понимаешь оказалось все просто просто повезло вот и все но я не понимаю как без везения побеждать я так долго много не говорил что у меня уже начинается немного как это сказать немного уставать горло роберт шоу все драм учителя знаю сталкивался ну вот что там за 2 маны блин как же они полюбили этот призыв света все драма ту 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 он просто скидывал ссылку на опросник но скоро времени она уже перестала работать и хотели спросить у него где найти эту ссылку все просто но брюшо не сидит в телеграме папа-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам кто это что это за трек какой же он неплохое это yellow claw мои любимые yellow claw тут уртут 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 у была основ канале год вопрос может уже закрыли рассылка не рабочая была я просто как-то зашел этот опрос и ссылку же не открывалась это все на следующий день браузер перезапустил посмотрел что за ссылка почему он не открывается понял что это опросник этого паладина все хорошо находил первый что я не могу выставиться пара пара пум-пурум-пурум-пум давай бафа и всех а на 6 монасты риус уйдет вот в чем прикол вот стандартный агро паладин с риму вами в руке не получил без девушку за торговли лига нет я в этом не участвовал и пам получил антоф тоже вроде получил что там ордер кинет астериус базовая стариус на 6 ману правильно нет какой-то ультра бичевый паладин я не знаю как это побеждать а вот и и как-то нужно выставляться победителя game 3 awards это ты про год санчейн ты вообще слышал про то про game 3 awards первый раз слышу game 3 awards они вообще существовали до 23 года первая церемония наверно последние но без шансов просто без шансов не знаю как это побеждать просто в одну калитку и благодаря этому поражению наверно возвращаюсь midnight если так то нет last chance last chance закрепиться в аурике писали разработчиков есть шанс получить награду в размере до 300 тысяч долларов они могут выпустить опять очередной какой-нибудь счет набор и срубить примерно столько же в принципе 300 тысяч я думаю пойдет точно не всей команде а какому-то одному ли человеку популярность блокчейн игр продолжает стремительно расти несмотря на следующие на криптовалют на по данным депс радар 3 квартал отметился ростом средств привлекаемых в играх это вселенная и на три миллиарда долларов интересно посмотреть куда конкретно были направлены эти 1 и 3 миллиарда так она все игровая активность приходится ровно половина всей блокчейн активности может быть старая номинация год сов они нам получили вторая победа неплохо если такая десепшен общая шансов нет против него игра года big time big time я слышал ты мамошка армилка я в ней не играл там нужно пропуск покупать пропуск не но опять же онлайн в этих играх очень маленькие там не больше сотни и какие-то премии еще умудряются получать имеют онлайн на трансляциях а именно в самой и самих играх понятия не имея какой у них онлайн да 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 и мама где прикольно там с друзьями фармить можно но там с каждым сезоном все меньше и меньше шансов что-то залутать вот в чем прикол то есть все эти мама проекты сводятся к большим наградам в начале и к бесполезности наград в конце то есть они не могут предоставить пользователям какое-то постоянное количество прибыли при соответствующем спросе на криптовалютные монеты которые ты фармишь то есть игр игроки в веб-3 играх как с рэмча не просто выжигают поля ну во всех играх в принципе если есть какие-то лазейки в экономике все игроки пытаются их использовать мне кажется особенно если это все абсолютно во всех играх поэтому экономику нужно продумывать все очень тщательно они это делают посредственно там не знаю но друзья им под пиво плюс деньги но есть много других игр с которыми можно с друзьями под пиво побегать я предвидел что он ее заберет но все равно поставил или тоже такая бесполезная катка у меня все законтролил у него дохрена карт дохрена ресурсов у меня они уже закончились тупо консит моментальные тут-тур 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 там просто deception и миллиард римов даже если мне придет пятерка у него все равно есть тропа кстати ему пришло очень много дешевых карт это морфео 2 пикпокета которых я никак не могу уничтожить еще пятерку он с хилл своровал в целом не знаю она в целом понял такое не проходится здоровых джек дэниелс как природа ты грал 7 побед попал в диамонт вполне окей а вот на воине хоть и в мифике нормальный винрейт но на аурике с миднайтом ничего не получается да неплохо много вторых ходов всегда со вторыми ходами агра воин не побеждает и это факт мне тоже плохой вар я с мифика его скопировал на сижу в аурике похоже это просто было исключение исправил какая же база мне кажется это бвд-шка сейчас все будет слипится уничтожаться а карта меня уже нету через месяц хотят выписать мобилку закрытой альфа-версии будет очень ранняя тестовая сборка закрытая группа тестировщиков для ввода ну пусть думаешь какой-то airdrop будет после старта мобилки я думаю может быть но не факт раз докер ну да это как бы повезет не повезет зато быстро вот повезло четное нечетное нечетное да он уже не работает андрей x он уже не работает да 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 про здесь и свин в меднаете всегда визжат кем бы ты не играл кого бы ты не выбрал уничтожено главное стартовал в аврике работает натуре работает а у меня почему-то не работало до завтра будут а трех часов наверно часов 11 запускать или в 12 чтобы доиграть уикенд наконец-то я хожу первым мне зашли единички вот тут 2 пантерки и жук вот это нормально зашло зашло так зашло что придумать пойти в лицо но там wildfire потенциальный и и и и и как-то так т.г. наверно ты хотел написать чем не за пушка была на прочность у меня это работает все нормально а токент ров еще проверю может это сеть поменял не у меня работает токент ров все в порядке а Продолжение следует... Рунка убили, призвали чувачка, пушку поставили, бафнутую. Бридшот тоже все нормально. Какой у тебя провайдер, Андрей Икс? И бридшот тоже какой у тебя провайдер? Бридшот, домру. А у Андрей, суть ярусь телеком. Или домру и ростелеком это одно и то же. Команьян от Байнет. Теперь даже Хант не спасет. Забанили. Я не знаю. Может быть у тебя просто страна думает, что токентров скамит людей. Поэтому они забанили его. Попробуй с телефона зайти, если с телефона зайдет. Не знаю. Окей, я тебе понял. Природку, конечно, проехали мы. Знатно. Но это Миднайт. Тут пощады быть не может. Удавление Сантума и косметические изменения в журнале боя. В игре появляется в ближайшее время. Сантум Рефрэш. Хм, интересно, что они там хотят изменить. Наверное, тяжелые добавят какие-то карты. Но, опять же, вся суть игры в том, что если ты ходишь первый, занимаешь стол и активно ремовишь ремовами, то Сантум всегда будет на твоей стороне. Сколько бы там не стоили карты. Поэтому я не знаю, как они смогут его забалансировать, когда дело не в Санктуме, а в самой системе и картах. Как бы эта машина еще не сгнила, но ржавчин уже много. Но в первую очередь надо чинить не ржавчину, а мотор, который уже на последнем издыхании. Мотор нужно капитализм. Они занимаются тем, что выводят рыжики с кузовни. В мобильном интернете работает. Странно. Значит, может быть что-то у тебя на компе с браузером. А может, не знаю, комп перезагрузи, попробую. Может быть поможет. Карты с фавором будут уметь. ХЗ. Чего не знаю, того не знаю. Сейчас бацхимера выходит. С пятой маны бафнутая. Семь урона. Бьется батлбарда. Ай, все столы чистятся. Я уже не смогу добить ее. Либо инфорсер. Бафнутый. А нет. Тогда без шансов. Разве что выпустят в новом сете для фавора. Но могут подняться в цене. Возможно, кстати. В карты санктума закинут какие-нибудь карты из ордер сета, из MJ сета и так далее. Вот что может быть. Понимаете? Пока там только всякие генезисные, кор и так далее. А может быть их засунут карты тогда с этого. С MJ с ордер сетов. Да. И триалки. Если нет триалки, то триалку закинут. И вот такого нет. Но там карты, которые броню дают и баф. Ну, значит, летал, был закономерен. Помните, какие карты раньше были в сантуме? Ну и памп давал ссылку. Ну не памп давал ссылку, я находил на реддите. Или памп давал ссылку, не помню. Или я находил. Там были тяжелые карты в виде демагоргонов, в виде всяких восьмерок, девяток, семерок, шестерок. То есть за столько маны были карты. А сейчас они только дешевые. Максимум за три. Но мне кажется, актуально было бы засунуть в санктум карты из прошлых сетов и из нынешнего. Это бы неплохо разнообразило игру. Лучше они бы добавили какой-нибудь новый режим. Что-то похоже на арену, либо еще что-то. Стояли они 22-26 февраля. А, 22-26 фавор. Да, да, да. Там они достаточно много стоили. Стоимость была их не такая, как и сейчас. Али от 35-40 фавора за демочи. Али от 35-40 фавора за демочи. Просто этой смерти раздали карты, которые контрят все мои карты. Я в шоке. Дешевый хеллрум, но двумя пушками дешевыми. Хеллрум значит хеллрум. Это было понятно по обилке, а зомбей давно не видел. Ну как, на воине вроде один зомби меня нагнул. Но больше я их не видел. Дебилы, которые уволили, они сделали сверх агро. Сейчас задача быстро получить 13-17 фавора и купить хоть что-то. Ну да, это ресурсы. Как же много у него дешевых карт. У него винрейт 38,7. 16 единичек. А, ну все понятно. Тупо спам. Мне значит нужно что-то тяжелое. Но тяжелое ничего не приходит. Тоже приходят единички, двойки, тройки. Ни одной четверки не пришло. Импор хорошо влетает. Думаю, баксов 10 точно будет. Вопрос стоимости импа. Это лишь его применение в колодах, которые будут занимать топы на Викенде. Чем больше будет таких колод, тем больше он будет стоить. 2, 4, 3, 6, 9, 12. Не хватит. 2, 4, 6, 8. И 3, 11, 13, 15. Рискуем. В надежде налетал. Ни хрена он не взлетает. Сколько дней висит в диапазоне? 45, 52. Вот этого, наверное, в живых оставит. Но мне этого хватит. Как бы вижу летал. Не вижу проблем. Просто чекал, когда было по 6. Если не покупает, то ты прав. Не взлетит особо больше пока что. Ну, я считаю, и так неплохая стоимость для импа. Конечно, когда эфир вырастет, то и все карты вырастут. Вопрос времени. Насколько вы готовы ждать? Кстати, у меня уже тут 7. Там я 6 поставил. Тоже 7. Смотри, в эфире стоимость. Не смотрю. В прошлом году мы создали много новых способов. С помощью которых игроки могут узнать о God's Unchained. В этом году вы можете ожидать, что многие другие влиятельные лица будут продвигать God's Unchained по всему миру. От Южной Азии до Латинской Америки и Европы. Возможно, поймать от этих лидеров мнений и их предложениях в социальных сетях, включая TikTok. В TikTok, блин, TikTok на самом деле неплохая платформа для того, чтобы набирать новую аудиторию, но туда же заходит поржать, как-то провести время на коротких видео. И неужели люди, которые заходят поржать в TikTok, будут заходить на трансляции, которые идут так много времени? Конечно, там проценты. Меньше 10% от всех просмотров, может быть, и зайдет. в целом хорошо, пусть развивает. Сколько можно пояснять, что это курс эфира? Блин, ну ты понимаешь, если растет эфир, то люди начинают опять присматриваться ко всем проектам. Если люди присматриваются ко всем проектам, они начинают инвестировать в них. То есть ищут способ инвестирования. А если люди ищут способ инвестирования, значит, что-то, что покупается, у него растет цена. Если биток будет расти, год все будут... могут вырасти. Все вырастет. Если биток вырастет, все вырастет. 23-й год, Трамп. Мэйн Гу, Грит Эгейн. Да. Трамп, который? Который играет в ХС? Или бывший президент Америки? Про то, что Андрикс писал, что стоимость импа растет, она стоит на месте. Понял. Смотри, сколько денег у разрабов, может, и президент. Да я не думаю, что они будут много денег тратить. Они же мне ничего не дают за то, что я играю в Готсу. А если они кому-то и давали там деньги, у кого очень много зрителей, не думаю, что там был большой выхлоп, они только скачали игру, зашли в нее, там пару каток сделали. Сделали это максимум 10 уровень и все, и больше они в нее никогда не возвращались. Один классичный стример говорил, что Готс уже не будет никогда, как раньше, 5-6 баксов, и им невыгодно будет платить людям столько. Ну, Готс не сможет стоять на месте, если биткоин будет больше 100 тысяч стоить, правильно? Если биткоин будет стоить больше 100 тысяч, то Готс тоже будет что-то стоить. Ты получаешь самое главное удовольствие. Да, невероятное удовольствие. Мой выбор это удовольствие. Сейчас цена и выше поднимается, но не на много. Так и все остальное выросло не на много. Ты, Андрикс, ты хочешь, чтобы сразу все стоило миллиард? Знаете ли вы, что более 23 500 игроков, тысячи игроков работали над достижением общей цели разблокировать цепочку конфет для зимних странств в декабре. В декабре онлайн по 20к было? Тех! Да! 20к! Это то же самое, что и говорить о том, что Готса заняли топ-2 в какой-то там премии. Понимаешь? Как же мне насрать на то, что он ставит, если это не таунт? Как же мне насрать? Да и это боты, они, разработчики просто ботов накрутили, которые сделали онлайн для того, чтобы в дедлайн выполнить конквест. Вот и все. Ни о каких игроках речи не идет. Туруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруруру на первом месте конечно года флагарх абсолютно верно тут тут а сколько интерес не получаю фрагментов 436 за 516 получил три годца получу точнее вот это да и антонио туза итальян мучача имп нифига ся какой же хороший мулиган мулиган для того чтобы ломать лицо вы не представляете сколько у меня времени заняло вырезать импа я это часа полтора его вырезал для превьюхи навара в так что да то он-то как минимум еще один ход то есть я смогу его разочек лупануть еще мечом артампурумпурумпурумпурумпу меня их 2 за 4 маны тоже может быть таунтов но нет вот так даже нифига настолько окей вызов принят у тун 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 пун бычка взял полтора часа почему так долго почему полтора часа почему имп на интро а потому что ты попробуй выведи все эти контуры там и так далее попробуй сам в каком-нибудь браузере вывести не браузер в каком-нибудь какой-нибудь штуки для изменения картинок вывести какой-нибудь к вывести какой-нибудь контур картинки сначала надо в общем вырезать всю картинку потом уже начинаешь подравнивать подравнивать двигаешься так в величине 200 так его их попал наверное нет о я попал в аврик то есть я настолько все четко вырезал что там даже видны контуры но я еще сделал красную обводку поэтому там такая не сильно все видно но без обводки так сильно смотрится круто и опять хожу 1 да ну нахрен джон джон уик ух ты мгновенно чувак консиднл вот это агровар побеждает до того как наступает второй ход джонни ватафак джонни ватафак подождите бесконтактный бой да но я его не преподаю так похоже нужно перезайти если я смогу перезайти смог в хорошая рарка хорошие комонки эти все комонки используются вот этот очень редко что у нас по деликам 550 фрагментов это больше чем вчера позавчера точнее значит дадут больше трех годсов it's good it's good что там у нас на гудеке получается завтра днем быстрым да да где-то 12 или в 11 часов дня за 8 побед пак не дает дает за 9 побед я думаю я сделал еще одну победу в любом случае как минимум я сделал 4 то есть 1 2 3 4 3 пока может быть даже в солярка попадем это только может быть предлагаю чё дальше посмотреть колодки колодки для тормозов блин как это двусмысленно звучит колодки для тормозов одновременно этой для машины для тех как и как и я кто не умеет создавать колоды для тех как вставки сформулировал пятисмысленно да именно так агровар 81 процент побед вот что нужно собирать 42 бакс сразу оди слэй Тактишелы, хантерки, даже Буилд Боу, Буилд Блуд, нифига. Ну это прям Фрэнзи Викинг с приколами ребаланснутого МЖ сета, плюс ВВ сет. Это конечно он стрикс ловил. Мощно, мощно. Кстати, Одди подорожала. 0.01 эфира. А так у него очень мало игр. Хотя может быть он только на Воинах играл. Он две недели подряд играет только на Агроваре. И одни победы. Мощно. Челик добился того, чего хотел. 2600 игр и все на этом Варе. Не, ну это же овералы. Это же не только он один. Хотя 43 строчки по 5 игр. За две недели он сыграл 260 игр на Варе. Не, у него другой немного. У него немного другой Вар. Одди идеальный график. По мне так все карты должны расти как сет, когда сет закрыт. Возможно. Вот идеальный график. Сразу с 1360 на 1520. Контроль Вар. Тоже. 94 катки. 81% побед. Сто игр. Вот это я считаю точно не рандом. Тут, конечно, сборная солянок всех имбокарт. Когда имбокарты собираются в одной колоде, происходит комбо. Охренеть. Ну, это точно не фри-то-плей. Это pay to win во всей красе. Чистейший. Как и колумбийский белый порошок для того, чтобы попка вашего младенца не потела. Комбо бабки. Да. Знаменитый колумбийский тальк. Если кто не понял. Так. Agar Deception. Order Elite. 2 дня, 3 дня, 7 дней. На ордер лайте, чувачок, сделал. Пое-то вы ебоны. 80% это неплохие вы ебоны. Вот. Еще один представитель касты большого винрейта. Мэри Кадмос. Маза Фака. Кадмос Мэри. Стабильная компашка. Тейрель. Блейду в Вайт Плейн. Мортира в Вайт Плейн. Демагоргон. Пирамидоны. А тут винрайт не пишется на Гудексу карты. Хреново. Десять игр тут. И еще девять игр тут. Просто какая-то одна карта поменялась и все. Так, агро-децепшн. Неплохой винрейт. 70% винрейт за 50 каток. Может быть до 60 он упадет за 100 каток. У такого агро-децепшна только природка контрит. Так как у него нечем воровать карты. Точнее нечем воровать пушку, карты. Особо контроля нет. Чисто фейс. Десяпшн. Ну и у него один котик почему-то. В одной природке выиграл, одной природке проиграл. Больше природок нет. ТТ антов что ли? Что за В-15? Или ТТ уже эту колоду у себя прибрал? Все. Тут за все катки всего 4 природки, с которых 50% винрейт. Прибрал уже, понял. Все что нам нужно на фри-то-плее это удача. В этой игре в принципе удача решает многое, но имбалансные карты конечно игнорируют такой показатель как удача. Точнее удача менее влияет при игре на имба-колодах с имба-картами. Вот так. На фри-то-плей колоде и аккаунтах удача играет очень важную роль. Первые ходы, хорошие заходы. Но тут как бы все понятно. Четыре природки из 50 игр, против которых 50% винрейта, все остальное это те, кто не могут никаким образом уничтожить хайден карты. Офис-офис-офис-офис-а. Тоже самое комбо. Рассмотреть противно. Кстати, вот мидрейндж-колодка природы. 58% винрейт за 100 каток. Кому надо. Просто, например, на природе за бабки ты можешь сделать амулет плюс даган. А на фри-то-плей деке на максимум разбафить в Wildfire пару карт. На фри-то-плей колоде, да. На фри-то-плей аккаунте все зависит от того, насколько тебе повезло в паках, которые ты лутаешь. И насколько у тебя много времени, чтобы фармить гоцы каждый день. И тогда даган плюс черма будет вопросом времени. У меня почти такой же винрейт. Ну, у природки, наверное, в принципе похожий винрейт природок. И агмот. Он явно что-то знает. Баним выражение фри-то-плей аккаунт на стриме. Нет. Фри-то-плей аккаунт это база. А вот уже фри-то-плей колода это не то, что доставляет удовольствие. Понимаешь? Тебе не может доставить удовольствие фри-то-плей колода. Но фри-то-плей аккаунт, на котором ты потратил много своего времени и смог собрать плюс-минус нормальную колоду, доставляет удовольствие гораздо больше. Говорит сразу бомжак. Ты каточишься. Ну там, а у тебя какие-то немножечко странные приоритеты в дискуссиях. Я тебе же сказал, просто берешь, начинаешь стримить и называешь там что угодно, чем угодно. Деку собрал свой. артификам, прикинь. Чисто продал тысячу доганов. Собрал колоду. Вот, видишь, мой ник, новый. Блин, они как под копирку одни и те же. А нет, девятки нету. Ну, в целом, не важно, что вот тут, важно, что вот тут. Вот эти пять позиций, если у тебя есть, то не особо важно, что все остальные карты. Наконец, это как бомж был. Честно скажу, сейчас хоть минрейт поднимешь. Возможно. Но не точно. У меня бомжак. Бомж колода, я горжусь этим. Ну вот. Не важно, сколько стоит твоя колода. важно, насколько тебе нравится делать то, что ты делаешь. Агролайт три часа назад, 19 часов назад, ордерлайт. но вот на ордерлайт, скорее всего, икенд взял. А все остальное, это так. Приколы, забавы ради. Но тут, конечно, комбинация подтверждает винрейт. Не хватает только мортирок. Мидрэндж десепшн. 120. Ломатель пух зачем-то. Антофа, есть смысл ложить ломателя пух вместо контрол фэлта? Она, в принципе, неплохая карта по мане. 4-3 за 3 маны. Но она не гилд. А хоть и ломает пушку. спорно, как я думаю. Мортира может руинить нестабильные карты. Ну, все может руинить. Но мортира универсальная. Она не зависит ни от качества, не зависит от того, какой домейн у карты. И все равно, что доставать. как заруинит блейд или демо. Что? Мортира... Как она может заруинить? Ты хочешь сказать, ну вот прям абсолютно против всех оппонентов мортира руинит. Но она может заруинить против какого-то одной или двух колод, которые ты встречишь раз в сто игр. Я еще пока не увидел ни одной карты, которая сжигает карты у челов из топ десяти. Ни одной. С МБМ на контроль Варя. Понятно. Что там за природка у него? контроль природка слеп смерть ордер природка Сэма Бэма как будто бы это не его природка Зачем ему вот эта легендарка уничтожает все карты вашей колоде стоимостью 2 или меньше. Статы у нее плохие. Что он компост будет уничтожать? Он уничтожит все лоу мана карты когда у него будет много маны? Непонятно. Дека для виспа. Так висп по природы с отхилом бесконечным. Много отхила, да. Главное не отхила, главное чем ты будешь наносить урон. Если тебе наносить урон нечем очистить стол, то от отхила нет смысла. Два блейдс талисмана слабенько. он сжигает и оставляет только ОП карты в колоде плюс висп. Но он же не сожгет все карты, которые стоят много маны, а их тоже много. И у тебя нету стопроцентной вероятности для того, чтобы тебе приходил только висп, понимаешь? Ты его как бы сожжешь все, два маны меньше, висп у тебя будет в руках. Ты его замешаешь в колоду, но в колоде же будет еще много остальных карт стоимостью три маны больше. Сколько их? Два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать пятнадцать семнадцать карт семнадцать то есть ты имеешь ввиду то, что смысл в том, чтобы найти виспа, сжечь все остальные карты, которые тебе не пришли и играть на ремувалах, а виспом за одну ману, которая будет набафана с учетом времени, выставлять его на стол и он будет как бы сносить все хп противнику, так как он бесконечный. Бесконечный может бафаться. Прикер останется там что-то демо, лечилка, ремува. Но до этого надо дожить сначала. то есть он может просто не дожить до этого момента. зомби зарашили, мидрэндж маг зарашил, ордер лайт победил его. Наверное катка была пока игра не вылетела. Просто ордер лайт, который просто не знаю 30 минут каждой катки и вот это контроль природка, которая может играть тоже не меньше 30 минут. Они наверное даже нашли предел по времени, по-любому. Агра лает по-быстренькому. Уничтожил, забафал существ и все. Это слишком контрольно. Она страдает от игры. А все остальное, если ты переживаешь, то да, сложно что-то сделать. Прям сейчас игра природка с двумя хилами на 20 и лейтем в виде гидры, дионис, йотун, семерка сментарма. Ну как успехи. Ну там конечно по контролю природки специалист. Таким меня на викенде обыграл чек него. Просто пропускаю ходы на файте, я жду пока макс даст, а сам у меня 29 хп и 20 в руке. Серис. Он весь хил прожал. Ну вот это для тебя, кто любит потратить миллиард времени на одну катку. Идеальный вариант. Покупай это и реле и пам. Продавай все годцы и покупай это и реле. Не пожалеешь. Золотой это и рель стоит 9000 долларов. Это опять ордер лайты. Один контроль. Один контроль и агро deception. Хайден агро deception. Лесандерка, эмбалмеры, комбо вомбо. Понятно. коронет отлетел по итогу. Коронет жестко. Нифига сего чувака нагрел айти 500 каток и 55% винрейт. 500. Карл. Конечно white plane один всего. Наверное тот что ему выпал. Без white plane на 80 баксов стоит колода. Stereos Benediction Лесандерка Родиант Родиант 1 ну очень много карт в одной в одном номинале в количестве одной штуки поэтому и такой процент побед а может быть я и не прав у него стабильный нормальный выход первый чел у которого я увидел Глимвивер это был паладин стоп 20 он не генезис и будет не во всех режимах а потом вообще пойдет уйдет в open режим что за режимы что ты несешь рассказывай от сне который тебе приснился что за режимы ты ты увидел в нем оно быв мало имеется было больше все бы были с глимвивер ну вот поэтому и мортирка не руинит сейчас бы не знать как работает какая ротация запиши гайд я его посмотрю 94 бакса вар тактишелы оди оркиши лит хантера зачем хантеры только потому что они викинги так начинал уикенд челик на агроприродке закончил на контроле начинал на агроприродке за 11 баксов винред небольшой закончил на контроле природки за 32 сразу доган хавнер кстати эфир вырос а доган не вырос а наоборот упал в цене потому что природки не в мете наверное 55 процентов что сегодня сундучков не дают за просмотр стрима перезагрузи страницу все дают стоп баксов агро вар 1 смит командир пирос оди 2 импа 2 тандер колера имба четверки и сейджа сейджа конечно с оверкиллом если у вас две карты в руке дает блиц но когда у тебя нет добора у тебя по-любому в один момент остается мало карт в руке хорошая не спорю хорошо контролит стол и может и оверкиллом в лицо еще зайти тоже неплохой вар легендарок много которых у меня нету 42 бакса до оди сильнее оди хороша потому что у нее есть бабл сколько тактишело стоит лучше наверное купить пару тактишелов чем оди и вот эту смету 20 баксов один тактишел или два наверное один вот лучше два тактишело купить у них есть бабл один ну два тактишело лучше купить чем это женщину с блицом и оверкил нет актишело это имба ты чё они викинги их можно бафать контроль маг нифига себе ну тут конечно база базовая еще джейсона засунули мне кажется ли джейсон стоил дороже когда-то понятно еще фланг у них ну игнорирует любой таун ты вообще насрать ну вот мы чекали колоды везде они были но они были во всех дорогих колодах тактишело были да везде вернее так они хорош они хороши но и воина так много сильных лоудропов что тактиканов легко заменить без потери иногда даже с увеличением вр нет мало стоит хорошей статы для своей маны имеет бабл дает фланг 4 хороших качества плохих качеств но нет у них плохих если бы у него было 1 урона или 1 хп это было бы плохо но у него 2 урона и 2 хп за 2 маны это ну ты точно имба когда он проседал в цене я не понимал почему но все равно его не купил может быть не было не хватало годсов тактикан офигенно ну конечно сейчас дорого брать ждем падения ну вот сейчас просто агро мета понимаешь мета агро и контроля контроль давит мид рейндж мид рейндж давит агроту агрота давит контроль вот этот треугольник мета и сейчас плюс-минус воины играют либо на контроле либо на агроте а мид рейндж это кто у нас мид рейндж остались природки мид рейндж смерть мид рейндж мид рейндж десепшн мид рейндж маги ну и то тут не совсем этот треугольник работает потому что в годсах появилось много комбо колод в виде анубов в виде коронетов клон магов исключений всяких дорогих и так далее так как саксвумен и тавер блитцом аксвумен я не помню что это за за карта поставлены на первый ход его нереально забрать если не римовал смерти и если у тебя нету пушки природки на твин страйк пошел давить прикол такой есть что вылазить в контроль не особо имеет смысл так как в контроле 3к баксов деки ну да ты либо на раннем этапе побеждаешь либо никак ты играешь в дешевый контроль в чем проблема дешевый контроль ну у него явно меньше шансов он больше зависим от удачи дешевый контроль будет винрейт по-любому меньше как ни крути только ну может быть исключение одно один чел из 100 сможет что-то сделать на дешевом контроле но 99 из 100 дорогих контролей будут иметь гораздо больше винрейт так что у нас тут контроль на чем этот чел дел уикенд минрейт дешевый контроль переигрывающий дорогой контроль будет проседать против фаграты да согласен дешевые контроли все авторские если они станут ширпотребными ты хочешь сказать у них будет такой же винрейт я не думаю со временем ты будешь понимать во вот и сундучок пробовал раздекарты на агровара такое нужно больше карт в игре и механик ну да всего нужно больше так на хелруме он походу викин делал то у него хелрум потом он пошел на медренч лайта потом он пошел на медренч мага потом он пересел на агромага потом на агроприродку пересел Maryland запутывает всех потом опять на агро магий с агроприродки Все стоят плюс-минус 700 баксов Опять агромаг У этого чела Своё понимание игры Не знаю, как он это делает, но Он играет сразу на всех колодах И они все стоят плюс-минус 700 баксов А к тому, что нужно изобретать Это много карт, технически, которые Только ты понимаешь, зачем положил Там, ты как-то Пытаешься Не знаю Изобрести велосипед Чисто в теории То есть такой философ Энтузиаст Я готов вам рассказать Как преодолеть скорость света Но вы просто не поймёте Есть норм карты На варе Всё я потестил Но проблема в том, что нету просто существ С оверкилом у вара Ну да В начальном Оверкил у вальки Ну это новая карта, он имеет ввиду Одна карта Ты Смотрел остальные Или одна карта есть Всё, можно играть Через него Ну, играть через одну карту Это как То же самое, что играть через Карту на Победу Через 100 фавора Такое Вар собирать через вину Да, на викингов Надо Ангел от Френзи Минотавр Дает другие Также от Френзи Нужно больше баз Что-то Тушка норм С оверкилом Сейчас, может быть Скоро завезут новые карты Хрен его знает Как они Долго будут Отходить От ВВ-сета Агромаг 400 бачей Это клон Спирики Инженеры А, это Агромаг на училках Клон училки Lost In The Depth Винрейт Винрейт Хороший Но Сной Стоит Дорого Агромаг И Дрэнч Мак Контроль Природка А викинг На ком Начал Валька Точнее Вот это Не валька А новая Новая Пятерка Из ВВ-сета Подходит Фрэнзи Вару Потому что Она Получает Оверкил Когда Нету Карт В руке А у Агровара Их и так Нету В руке Почти Всегда Если он Играет Без добора Блин Он тоже На всех Подряд Играет Как он Вообще Сорка Побед Сделал Непонятно Был бы у нее Год Блиц Год Блиц Смешной Так Это Хайден Десепшн Блейсен Десепшн Прикол Карта У которой Нету Сета Это как С какого Она С триала Почему-то Они Не поставили Этот Значок Триала Дает 8 фавора Ваше Существо С Хайденом А без Хайдена Получает Хайден Один Ход Стоит Дешево Насколько Она полезна Не знаю Был бы у нее Год В лице 130 И она Бы Переапанная По статам Да еще И свойства Имеет Да и стоила бы Она 10 маны Или 12 Ее можно Было Стоимость Мана Только Уменьшить Какой-нибудь Одди И все Почему все хотят Переапанность Карта Потом Этого плачут Я не хочу Не знаю Это люди Они хотят Все и сразу И много Чтобы это не Кончалось Понимаешь Такова Человеческая Натура И это Может исправить Только Правильное Воспитание Которого Никогда Не будет Не будет Весь мир Это Замкнутый Круг Дракон Касающий Себя За хвост Шейд Волкеры Мерики Пьетро Два Котика Уже Ровлер Брюстеры 65% Винрейт Но всего 40к Такого Вирайла 56 Не сильно Работает Почему-то Постатам Вполне Обычная За 5 мэна Ну Сильная Карта Я не скажу Что она Обычная Сильная Легендарка Если бы Если бы Она была Обычная Она бы Не стоила 40 баксов Контроль Десепшн Оверайла Не оценили 50% Винрейт Условия Нужно Просто Учтить На себе Для Блица Ну конечно Если тебе Дорогие Карты Пришли Ты ее Не разыграешь Но Когда у тебя Дешевый Трэш То она Вылетает Только Так Тоже Лошадка Такой базовый Контроль Еще Гифту Засунул Сделал Много побед Возможно Что-то Знает А какой Самый Последний Айди В Готсанчайне Кто знает Тэпам Антофа Знаешь Как определить Какой Самый Последний Айди Был Зарегистрирован Есть Информация 5-5 Существ Обычные Это Лего Только Одна Может быть В колоде Перевернутость 5-6 В 6-5 Это Минус Поламы На По Ценнице Возможно Кстати Кто Спрашивал Как Посмотреть Если У него Тринкет Или Нет Заходите На Токен Троф Нажимаете Готсанчейн Выбираете Косметику Понимаете Что У вас Ничего Нету И Надо Еще Нажать Мой Аккаунт Все Зеро Так ВВС 60 Баксов Уже Стоит Фрост Неферу Или Навсегда Так Стоил А че Оно Так Дорого Стоит Я не Видел Ни Одного Ануба С Неферу В топ 20 Она Стоит Дороже С Айджи Которых Я видел Как Минимум Две Не Объективно Не Объективно Этот 50% Больше Потерял Наверное Чем Вырос Так Как Особо Никто Им Не Играет 8 Стоило Всегда Понял Тут Дописнее Как определяется Моностоимость Частной Карты И валька Переапана Чуть Чуть Но Из-за Того Что Лего И Не Критичные В плане Переворота В игре Позволительно Ну легендарка Да Там Как бы Я не комонка Архангела Очень Легко Брить Получить Сейдж Валька Ну конечно Когда у тебя Ты На войне Играешь Чаще всего От топ Дека Самая дешевая Карта Десепшена Ломатель Пух Кэндичейн 60 центов Стоит Да Сильно Мало Стоит Карта Рарка В виде Импаста Дороже Всех Этих Эпических Карт Вот это Баланс Так Для этой Вальки Тоже Легко Так как Ты Будешь Играть Только В Агра Варя Это Условие Будет Выполнено Почти Всегда Ну да Ну да Так оно Есть Чё там Подрубать Никто Не Собирается Там Савинков Стримит Можно ему Рейд кинуть Давно Не кидали Рейд Савинкова Такс Ну что Я уже Показал Чего мы Достигли За сегодня Мини сет Ну такой Нормальный Нормальный Прикольный Что Скажу Всем спасибо За просмотр Не забываем Что Вы лучшие Ребята Лучшие Зрители Год санчейн Отвеча Ютуба Всех Спасибо За то Что смотрите Продолжим Завтра Днем Оповещение Будет В телеграме Дискорде На твиче Не знаю Будет ли Оповещение Но То что Я запущу Вы узнаете Все Всем спасибо Всем пока Лутаем Баллы Канала Передаем Приветы Передаем ББ Плюс 1050 И там Что Напишите Все